Для всех школьников наступает самая долгожданная пора – летние каникулы. Отличным вариантом досуга для них точно станут тренировки на свежем воздухе. Одну из них провел для тверских подростков накануне 1 июня Всемирного дня защиты детей президент областной федерации бодибилдинга Станислав Бржевский. На улице пасмурно и время от времени брызгает дождь. Однако это не помеха для молодежи с окрестных дворов, которая пришла на набережную Афанасии Никитина, чтобы позаниматься спортом. Все отмечают, как это удобно иметь под боком такой комплекс. Особенно, когда ходишь на секцию и надо постоянно тренироваться. Это очень здорово, что есть такие площадки. Можно выйти, потренироваться недалеко от дома, тут близко. Можно побегать тут по набережной или позаниматься, поделать всякие разные упражнения. Например, планку, отжимания. Когда тренер, к примеру, дает какое-то упражнение, могу выйти тут и потренироваться. В этот раз молодежь занималась не сама по себе, а под руководством президента региональной федерации бодибилдинга Станислава Бржевского. Он отметил, что даже если человек решил заняться спортом просто для себя, для хорошей физической формы, то нужна системность в работе, чтобы не топтаться на месте, а наоборот, месяц за месяцем достигать результата. Если мы знаем, что я максимально могу потянуться 15 раз, то я буду строить систематику тренировочного процесса, для того, чтобы увеличить количество, чтобы достигнуть определенного результата и потянуться через месяц 20 раз. Конечно, надо стремиться на увеличение количества отжиманий, если мы говорим про отжимания или подтягивания и так далее. При этом даже любителю, который занимается, что называется, для здоровья, нужно придерживаться определенных правил. Например, той или иной степени диеты. То есть не очень желательно, успокаивая себя тем, что активно потренировался, тут же объедаться калорийной пищей. Но, с другой стороны, не надо впадать в крайность и заниматься чуть ли не в режиме 24 на 7. Надо, чтобы мышцы еще и восстанавливались. То есть не надо ходить каждый день по три раза на дню. Позанимался, день отдохнул, потом опять систематически пришел и потренировался. Среди тех, кто принимал участие, и сын Станислава Мирон. Весь в отца он тоже уже вполне профессионально занимается спортом. Третий год ходит на бокс. Мне нравится бокс, потому что там кубки, медали. Мне это нравится, потому что ты потом становишься от этого сильным. А еще один участник тренировки, Иван Потапов, профессионально занимается спортивным ориентированием. Он убежден, что его дисциплина развивает буквально все навыки. Спортивное ориентирование развивает все базовые навыки, которые нужны вообще для всех видов спорта. Потому что нам нужно не только быстро бегать, пытаться всех обогнать, а нужно еще думать головой, потому что если ты не будешь думать головой, ты далеко не убежишь. Сам Станислав Бржевский убежден, что спорт играет огромнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, особенно мальчиков. Тренировки закаляют не только организм. Они вырабатывают характер, приучают к дисциплине. Мы растим из мальчиков-мужчин, из защитников нашего Отечества. Поэтому вот если вы посмотрите сзади, вот мои два сына, они знают, что они пришли из школы, сделали уроки, собрались, пошли на тренировку. Вот это все и формирует определенную системность. В планах Станислава Бржевского еще не одна такая открытая тренировка с тверской молодежью на одной из спортплощадок города. Ведь лето только начинается.